Всем привет дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам расскажу как же сделать фото как есть сейчас на iPhone 11 и 11 Pro в ночное время, это Effect Diffusion. Что для этого нужно? Для этого нужно, я вам расскажу немножко позже, хочу ввести некоторые предисловия, что же делает в целом компания Apple. То есть компания Apple это маркетинговая компания, первый момент, первый прокол их был в том, что они специально замедляли устройство, то есть для покупки более новых, это был их первый провал из-за изношенной батарейки, если помните, они действительно это признали и как бы извинились за это и эту фишку поправили. Второй момент, когда появился iPhone 7, то есть портретный режим, влагозащита и тому подобное, но по факту есть куча программ в App Store, которые делают то же самое, что и на iPhone 7. То есть делаем вывод, что это программный код, который есть для iPhone 7, 8, 10, 10S, 11 и 11 Pro. Для них это действует так, то есть эта фишка встроена и при каждой версии обновленной же новой iOS, это программный код действует только на эти отъединенные устройства. Третий момент, это функция Animoji, которая работает, как заявили Apple, под датчиком, которые встроены в монобровь iPhone 10. Но как выяснилось, что Animoji работает всего-то с захвата движения фронтальной камеры. Опять же, это значит, что все работает от программного кода для отведенных устройств. Четвертый момент, это новая функция для iPhone 11, 11 Pro, ночная съемка, Deep Fusion. Опять же, это тот же самый программный код. То есть камера достаточно то, что у нас есть, 7-12 Мп, неважно, она способна делать все то же самое, что и есть здесь на этом. Да, там добавили ширик, 3 камеры и все остальное. Но опять же, очередной маркетинговый ход от компании Apple. То есть они принуждают нас платить за более новое устройство, хотя эти фишки можно получить на любом iPhone. Вот и вся суть компании Apple. Теперь, чтобы фотографировать как на iPhone 11 Pro, нужно ввести некоторые коррективы в редакторе фото на базе iOS 13. Будут доступны для iPhone SE 6, 7, 8, 10, 10S. Чтобы достичь снимка максимального качества ночное время суток на iPhone 11, как на iPhone 11 Effect Diffusion, нужно быть обновленным первое это на iOS 13, второе сделать фото и открыть редактор опять же на базе iOS 13. То есть, что мы делаем? Выставляем такие параметры. Экспозицию, блеск, световые участки, тени, точка черного, резкость и четкость. Вот, я вам покажу на примере то, что я сделал вот оригинал. И то, что я вот изменил экспозицию. Все эти перечни, которые я вам назвал, и получился какой снимок. И это тоже один и тот же снимок, просто что с внесенными данными. Этими, что я говорил. Выставил экспозицию на 100, блеск на 100, световые участки минус 100, тени минус 15, точка черного А4, резкость 100 и четкость получается 16. И все. И как можете заметить, вот. Не супер, конечно, качественно. Но опять же, это ночное время. Вы можете баловаться там всеми этими фишками, как вам заблагоразумится. Вот. И ничего здесь сложного нет. И почти все тот же эффект вам Deep Fusion, пожалуйста. Судите сами. Но я же говорю, я нашел такие моменты, которые действительно меня немного выводят из себя. То, что компания Apple вот так вот поступает как бы с потребителями нами. Именно нами. Так что эти все фишки, функции должны быть по факту на любом iPhone. То есть, опять же, некоторые моменты зависят от iOS. И не все устройства поддерживают. Тоже одна из тех фишек, которые, опять же, заставляют нас переходить на новое устройство. Ну, что сказать. Они правильно подают информацию. Мы на это идем. И от безвыхода мы это все дело покупаем. Так что вот как-то так. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте ваше мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Мне это важно. И не забывайте прожимать на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока.